Играем. А, играем? Уже идет трансляция, да. Играем. 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 В фестивале. В 10-м. А тоже? Я ее помнил тогда. Значит. Хорошо. Ну еще другие твои песни. Приподнял всю программу. Приподнял всю программу. За одну репетицию. У меня вопрос вот какой. Ну сегодняшний насущный, я бы сказал, вопрос. Вообще сегодня вопросов будет не так много. Я думаю, что больше мы будем посвящать времени поиграть, потому что действительно редко встречаешь уже два таких Mai Вопрос у меня первый вот какой. Что вы посоветуете? Как выжить в такое время, когда действительно нет концертов, когда музыкант, по сути, лишен профессии в каком-то смысле и должен выживать? Да, каждый из вас какой-нибудь совет или как вы сами вообще себя чувствуете? В ответное дело никакой игры нет, естественно, у меня живой, как и у всех во всем мире. Но за счет того, что я много работал над своим продвижением, можно так сказать, имиджем, у меня есть какие-то заказы, чего нет у многих других на самом деле. Я знаю таких людей, которые реально бедствуют. Но также могу сказать, что уроков мне все равно не хватило. У меня тоже ситуация не самая прямо сейчас приятная финансовая. Мне пришлось бас-гитары продать. В общем, люди все продают, что могут, если им нужно, конечно. Есть люди, у которых есть подушка безопасности какая-то была. У меня, например, ее не было, потому что я не рассчитывал на коронавирус, как и все остальные. Я думал, что у меня все будет нормально, у меня будут туры, но я вам рассказывал сегодня, что у меня будет там работа в Китае хорошая. И под это дело я поехал в Америку, потратил все деньги, которые только мог потратить, еще с кредитных карт. Поэтому сейчас такая ситуация, что мне, например, нужно и продавать, и преподавать, и записывать бас. Поэтому, я не знаю, мне кажется, сложно дать общий совет, потому что ситуации у всех абсолютно разные. Тот, у кого, допустим, нет имени, конечно, он не может дать объявление, и сразу к нему не пойдет 30 учеников. Поэтому, я не знаю, у Антона, я думаю, своя будет история. Да, у меня нет имени, у меня нет 30 учеников. У тебя есть имя Антона. У тебя зато есть участок и картошку ты копаешь. Да, картошка не взошла, к сожалению, да. Вот это лажа. Вот это лажа, блин. Пять картошек зарыл, да, они не зашли, потому что надо их было прорастить сначала. Естественно, я говорю, что надо прорастить сначала глазки, а потом уже кидать ее. Нам сказали, давайте у вас нормальная почва, все. Но нас, видимо, нагрели. Что я хочу сказать, да, действительно, вещь такая индивидуальная, как выживать. Я думаю, наверное, настало время для самосозерцания и самосозредоточения внутреннего. То есть те люди, которые бегали по условным работам, вернее, ходили на работы и бегали по халтурам, и таких тоже было много. Я думаю, просто есть сесть, если коротко говорить, и задуматься вообще над общим положением жизни как таковой. И собственной в частности, в первую очередь. Для этого есть много времени, поэтому я думаю, что есть над чем подумать. И много времени для того, чтобы заниматься сейчас. Заниматься. У меня впервые такое время поет. Ну, опять же, у всех. Я сейчас, например, очень много на фортепиано занимаюсь, пользуюсь этим моментом. Кстати, вот с этим связано. Вот как вы считаете, вот бас-гитаристу, ведь обязательно надо уметь играть на фортепиано. Ну, я так думаю просто сам. Я просто помню школу Джако Пасториуса, который весь целый час играет на бас-гитаре, а в конце играет на фону. Да, он очень хорошо играл на фортепиано. Да, ну, то есть имеется в виду вот что, скажем, для гитариста, предположим, фортепиано – это немножко антагонистический инструмент с точки зрения понимания игры, потому что оба гармонические инструменты совершенно разные. А для бас-гитариста, по сути, это вот второе «я», если я правильно понимаю. Не знаю, мне кажется, бас-гитара и гитара не сильно друг от друга отличаются. Нет, сильно отличаются. Кроме тисситуры, чем еще? Нет, ну, функциональностью. Ну, функциональностью, понятно. Мышлением тоже согласно. Мышлением в первую очередь. Ну, не знаю. Где тебе было? Мышлением. Я даже вот, когда в своих мастер-классах, я всегда привожу пример. Вот можно сыграть на фортепиано, скажем, обращение до мажора, не отрывая руку от клавиш. Вот в одном месте. Невозможно. А на гитаре можно. То есть, ну, совершенно противоположные с точки зрения гармонии инструменты. Понимание, имеете в виду. Ну, я все-таки скажу свое мнение на этот счет. Мне кажется, вот мои любимые бас-гитаристы-солисты, они не особо отличаются от гитаристов. Продвинутых. То есть, это, например, Мэтью Гаррисон, это Адрин Ферро тот же, это Доминик Ди Пьяца. То есть, я бы не сказал, что они по мышлению именно бас-гитаристы. Они играют совершенно те же ноты. Они играют те же ноты, что саксофонисты, пианисты. Все правильно. Может быть, это не связано с инструментом. То есть, есть мышление, понятие мышления. Когда ты выражаешь свои мысли через вот эту штуку. Другое дело, что, естественно, бас-гитара — это, прежде всего, аккомпанирующий инструмент. И здесь, да, существенная разница, потому что мы в основном должны играть основные тона. И это очень сильно, на самом деле, вредит и мешает большинству бас-гитаристов в смысле развития своей головы. Потому что большую часть жизни они должны играть на одной ноте, по большому счету. Грувить, так сказать. Грувить, да. И поэтому... Иногда вторую можно взять. Иногда можно взять вторую, да. Но все равно. Лимитированное количество. То есть, это немножко мешает, в отличие от гитаристов, саксофонистов, особенно, естественно, которые только соло играют в основном, и тути, и темы, да. Они не играют аккомпанемент, как правило. Гитарист — это, в первую очередь, аккомпаниатор. В первую очередь. Такой же, как бас-басист. Безусловно, безусловно. Но в большей степени солист, чем басист. Так повелось. Ну, сейчас басисты... Пепдотонику чаще играют гитаристы, чем бас-гитаристы. Я-то имел в виду вот что. Вы, когда играете соло, у вас мышление от фортепиано идет. Имеется в виду, нет аппликаторности в мышлении. А у гитаристов это, как бы, очень важная составляющая в игре. Я это имел в виду, когда я говорил о сольном. Потом, скажем, гитарист, который плохо умеет аккомпанировать, не кажется мне, что становится хорошим солистом. Я знаю примеры. Наверное, я не смогу этого назвать. Но я знаю, что фантастический солист один, его все знают на самом деле, очень плохо играет аккомпанемент. Такое бывает тоже. Потому что он сделал просто упор на соло. Он играет базовые аккорды, он не знает обращения особо. Но соло играет фантастически. Но это просто исключение из правила подтверждает правило. Смысл-то этот я имел в виду. Ну да. Это как вот бас-гитарист, который очень хорошо умеет играть в соло, но не умеет грубить, так сказать, в аккомпанементе. Но он никому не будет нужен, по сути. Бесспорно, конечно. Так что для того, чтобы выживать в коронавирусе, во-первых, надо уметь для бас-гитариста хорошо грубить, уметь играть на фортепиано. Насчет фортепиано я все-таки тоже не то чтобы поспорил, я просто хотел сказать, что бывают разные ситуации. Тот же Адриан Ферру, мой любимый басист, он не играет на фортепиано, например. Но играет на басу так, как, я считаю, никто больше в мире не играет. В смысле виртуозности, владения знаний, ладов и всего вообще, чего не возьми. Но это тоже исключение. Женя, по-боже, гениальнейший гитарист, он тоже как бы особо на фортепиано не играет. Не-не-не, гитаристов я не имею в виду. Я бы их не делил. Я только басистов имею в виду. Ну хорошо. Мне, лично мне фортепиано, конечно, очень помогло. Но оно помогло не то, что именно на бас-гитаре научиться играть, оно просто, я уже был подготовлен в смысле слуха, в смысле гармонии относительно хотя бы. Я знал ноты. И пальцы у меня тоже были развиты. Это тоже, конечно. То есть пальцы уже шевелились. Поэтому технически, я помню, когда я начал заниматься, я вырос очень стремительно. Ну вы это видели. Да. На ваших глазах это все происходило в училище. За год я примерно играл уже. Ну вот это. Я играл уже с такой же скоростью через год. Ничего не поменялось с тех пор. А, мастер, да? Мастер! Ребята, вообще как вы... Не, плохо, в смысле, за 19 лет лучше не стало. Воспитание, вкус. Ребята, кстати говоря, а сколько вообще, ну, по идее, надо заниматься? Очень индивидуально тоже. Индивидуально, но ориентировочно, скажем, больше часа? А, безусловно, больше часа. Даже если ты гений, все равно больше часа. Но он пролетит, во-первых, час пролетит. Час, да, это... Я даже, вот я когда уроки даю, я говорю, что я не могу заниматься 45 минут, я занимаюсь полтора часа, потому что я считаю, что за 45 минут особо ничего не объяснишь. Ну, я так считаю. И так и получается. То есть все мои уроки проходят так, потому что меньше это просто, ну, никаким делом, мне кажется, час не нужно заниматься. Если ты хочешь в нем преуспеть по-настоящему, конечно. Поэтому... Ну, вот я, например, занимался 10 часов. А тот же, опять же, Адрин Ферро, он говорит, он никогда не занимался больше пяти, даже когда начинал. Так что у всех по-разному. А кто-то занимается меньше и два и три. Ну, все равно это как минимум... Ну, все равно это два-три часа уж точно, конечно. Если ты хочешь чему-то научиться. И много лет, да? Ну, конечно, да. Дело в том, что... И этот процесс бесконечный, он продолжается до сих пор. И самое смешное, что с неясным результатом. Абсолютно. Абсолютно неясным, да. Но нужно погрузиться в любое дело, это как пространство. Ее нужно просто зайти туда. Ты, чтобы понять, надо, как бы сказать, вот зайти туда и посидеть, постоять. Ты не можешь там находиться. Ну, час, что это такое, час нашего времени? То есть ты зашел туда, тебе нужно просто, ну, как бы, хотя бы сосредоточиться, понять. А что это такое? Погонять гамму соль-мажор взад-вперед, туда-обратно. Я недавно полтора часа одному рассказывал соль-мажор гамму. Правильно. Тут было сложно. Это не так просто. В смысле, только ее. Больше не успели ничем. Только, я понял тебя. Я три месяца рассказывал про гамму до мажора одному человеку. О, вы меня побили. У меня рекорд. У вас точно рекорд. Три месяца. Три месяца я бы не смог, наверное. Не, ну, это тяжело. Воспитание вкуса. Вот по поводу, кстати, предыдущего разговора, то, что Антон сказал по поводу фортепиано. Тут же воспитание вкуса идет очень обогащение. То есть я вообще как бы человек с консерваторским образованием. Я не играю на фортепиано, к сожалению, к великому. Ты на другом инструменте учился? Я учился, да. То есть и это дает определенные плоды. Люди, которые играют на фортепиано, у них по-другому работает голова, мышление, образное мышление. Что самое важное в музыке, а что еще, ну, как бы основное, из чего мы черпаем. Это очень важно. Поэтому, играя на фортепиано, либо закончив какие-то учебные высшие заведения, можно вот... И фортепиано один из, как бы, характеристик того, что владелец фортепиано. Конечно, это король инструментов, конечно. А по образованию у меня будет следующий вопрос. Не сейчас. Сейчас давайте что-нибудь сыграть. Да, пора уже играть. У нас все-таки четыре композиции заготовлены. Джеймс, да? Сейчас я шпаргалочку открою. Сейчас я шпаргалочку. Здесь будет чем. Вот, здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наши любимые. Субтитры создавал DimaTorzok Я, конечно, хочу задать такой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Другая, которая звучит в основном Чаще всего у них. Дело даже не в том, что она звучит, а как она звучит. И как она звучит. Как она звучит, в первую очередь. Ну давай ты по очереди. Скажем так, еще с одной стороны Дэвис говорил, что из ружьяльской школы он шел, потому что научиться было там и нечего. Но это сам Дэвис. То есть люди того поколения, той эпохи. Очень многое зависит не столько от образования, а от человека, который называется учителем. То есть сама система образования, понятно, что это общий такой грубый помол. Я закончил два учебных заведения, прекрасно знаю, о чем речь идет. Могут люди учиться у одного преподавателя, один как бы без толчу остается, а другой выходит. Это очень многое зависит от самого человека, который хочет этого или не хочет этого. Это основа того, что образование само по себе, оно, наверное, нейтральное. То есть понятно, что к нему есть масса вопросов, оно может быть лучше. Сам преподавательский контингент может быть отобран по-другому или что-то такое. Но многое зависит еще от самого человека, как нужно ему, насколько ему нужно, и насколько он будет стремиться. Потому что вся основная масса, которую музыкант набирает, он набирает ее в жизни, играя, я не знаю, с людьми в клубах, где угодно, гоняя по гастролям. И, естественно, он берет пример с музыкантов, которые выше уровня. Естественно. И если учитель является авторитетом, и он действительно достойный, то есть что взять. То есть я считаю, что это зависит от каждого индивидуального человека. В первую очередь учитель. Я абсолютно согласен. Даже сложно добавить что-либо. Я бы сказал просто, что не всегда, у меня даже пост по этому поводу был, не обязательно, я считаю, не обязательно учиться в учебном заведении. Не обязательно. Потому что я знаю массу примеров. Это, опять же, подчеркиваю, это не значит, что я говорю, что не нужно там учиться. Я говорю, что не обязательно. И бывают примеры великих именно музыкантов. Я могу прямо назвать. Опять же, тот же Адриан. Он никогда нигде не учился. Даже в музыкальной школе. Герго Барлай нигде не учился. Один из моих любимых паровальщиков, с которыми я играю. Даминшмидт нигде не учился никогда. И очень много людей. Доминик Тепьяца, по-моему, тоже нигде не учился. Он учился у цыган. Он учился у цыгана. И у него потом учились. И у него потом все учились. Линли Март точно нигде не учился. Это вообще. Он, может быть, даже в школу не ходил. Я не уверен. И это великие музыканты, величайшие. Поэтому прежде всего, естественно, как Антон сказал, все зависит только от тебя, от твоего желания и стремления. Учитель — это очень важный человек, который должен, я считаю, все-таки встретиться на пути. И у всех этих людей, кого я упомянул, они были. То есть тот же Адрин Ферро брал уроки у того же Линли Марта. Потому что он был просто окружен этими людьми. Линли старше его. Доминик тоже старше его. Соответственно, Доминик тоже оказал на него большое влияние. Мэтью Гаррисон оказал очень большое влияние на него. Важен человек, который сможет тебя направить. У меня такой человек тоже был. Паша Виноградов, ты его знаешь. Он мне реально за три урока дал вектор развития на многие годы вперед. Вот самое главное, правильно, извините. Вектор. Направление. Чтобы было понятно, чем заниматься дальше. Это очень важно. Потому что человек, если ты покажешь ему вектор, и он готов к наполнению, он сам это найдет. Он сам найдет. Он не сможет обойти. Если хочет, да. По-настоящему. Конечно. Да. Ну, вы знаете, во-первых, что касается, ну, это мое тоже мнение, что касается вот этих музыкантов, о которых мы говорим. По сути, возможно, они не получали образование не потому, что не хотели, а потому, что не было возможности. Такое же тоже возможно. Нет. У них была возможность. Почему? Нет, ну... Адрин из богатой семьи. В Париже прекрасное образование джазовое, наряду с классическим. Это первая часть. Он просто не хотел, ему не нужно это было. Да, это первая часть. И вторая часть, скажем, в классической музыке, как можно без образования стать великим музыкантом? В классической, пожалуй, нет. Это другая стезя, абсолютно другая стезя. То есть вы считаете, что они не соприкасаются? Я считаю, что нет. В данном нет. Они могут обходить до труда, но... Прошу прощения. То есть очень многие джазмены и музыканты, которые около джазовой, скажем, и фьюжн-музыканты, многие из них вообще не знают классическую музыку. Такое тоже бывает. И это не значит, что они хуже от этого играют. Это... То есть бывает по-разному. Я знаю, опять же, и вы знаете, я не буду говорить, потому что это не очень корректно называть. Кто не знает классическую музыку, но есть очень серьёзные музыканты, которые её не знают, но играют великолепно совершенно в своей области, в которой они играют. Просто я её не знаю. Поэтому мне вот, например, лично классическая музыка, я бы не сказал, что она очень развивает меня как бас-гитариста. Она меня просто наполняет внутренне очень сильно. Как личность наполняет. Да, пожалуй. То есть я просто получаю невероятные эмоции, которые я не получаю, например, от джаза. Какую-то часть эмоций, скажем. То есть это другая планета, другой мир совершенно. Когда я слушаю Рахманинова, я не могу его сравнить с Жака Пасториусом вообще. То есть это совершенно разная история. И она для меня очень важна, лично для меня. Но это не значит, что я, поиграв Рахманинова, вдруг начал играть на басу лучше. Я просто стал более, становлюсь более наполненным музыкантом в целом. Да, совершенно верно. Я считаю так. Я имею в виду вот что. Скажем, Чарли Паркер мечтал сыграть Чайковского. Это есть у него в мемуарах. Но считал, что он недостоин. Ну вот как-то вот так. Я вроде слышал про это. Да. Я хочу сказать, что на самом деле они не разные области музыки. По сути, если посмотреть, так это и посмотреть, то в импровизациях, скажем, джазовых музыкантов очень много баха. Переосмысленного по-другому. Я не думаю, что они не слышали классическую музыку. Она же вокруг всегда есть. Они ее слышали. Другое дело, что они не вникали. Не вникали очень многие. Не вникали. Естественно, все слышали баха. Вот я про это, понимаешь? Потом, когда мы говорим, скажем, те же американцы музыканты, я со многими разговаривал, они удивляются на очень простую вещь в нашей стране. Они говорят, что вот для нас в джазе, скажем, есть Рахманинов и Скрябин. Мы их слушаем, потому что там очень... Прокофьев. Да, Прокофьев очень джазовый. А вы, говорит, слушайте через нас. А мусоргский. И это удивляет. Да, конечно. Это уже арт-рок. Это уже мусоргский. Модест Петрович. Да, да. Ну да. Ну, то есть, констатирую, можно сказать вот что. Я тоже знаю очень много... Слонимский, который... Слонимский. Который выпустил вот эту книгу. Леонард Бернстайн, пожалуйста. Да. Дело в том, что вот смотрите, вот по поводу образования. Да, у меня тоже нет гитарного образования. Его просто не было. В то время, когда я жил в нашей стране, у нас просто вообще, скажем... Вида не было. Вида такого не существовало. И, соответственно, не у кого было учиться. Но то, что я учился в консерватории в хоро-дирижерское отделение, оно мне помогло, потому что там трехголосные диктанты, там знания гармонии и так далее. Ты действительно наполняешься. То есть смысл образования в том, чтобы огранить то, что в человеке есть. Это первая часть. И вторая, мне так кажется. Дело в том, что вот из-за того, что YouTube, это на самом деле с одной стороны благо, с другой стороны жуткая штука. Абсолютно согласен. Потому что, что получается? Человек, который неподготовленно лезет в YouTube слушать музыку, он получает шоковый удар, не понимая, что хорошо и что... Не умеет сеивать. Да, это как, скажем, человек... Зерна отклювил. То есть имеется в виду, что такое религия. Это грань поведения. Вот это хорошо, это плохо. Чтобы ты понимал, что, скажем, человека убивать это плохо, а делать добро это хорошо. Ты же это узнаешь через религии, через какие-то вот такие вещи, через хорошие книги. То же самое образование музыкальное имеется в виду. Когда ты начинаешь слушать примеры великой музыки, ты можешь отличить. Про YouTube скажите что. Да, про YouTube я с удовольствием скажу. Можно? Да, да. В подтверждение слов, что, с одной стороны, это фантастика, то, что есть возможность сейчас из любой точки мира получать любую информацию, в принципе. Но, опять же, очень сложно, если ты начинающий, если у тебя нет человека, который тебя направляет, очень сложно отсеивать полезное от вредного. Очень много вредного в YouTube. Но полезного тоже много. То есть если ты знаешь, что ты смотришь, сейчас, пожалуйста, тот же Мэтью Гаррисон, любые видео, все, что мы раньше имели на кассетах, то, что доставалось огромным трудом, сейчас просто в открытом доступе. Все концерты, все видеоуроки, все, что угодно. Но для этого, конечно, если ты сам не умеешь, тебе нужен человек, который тебе скажет, вот это смотри, а вот это ни в коем случае не смотри. Поэтому, собственно, и появились с развитием интернета такие феномены, как Махини Дэй, например, из Индии, девочка. Кто бы мог подумать, что в Индии кто-то заиграет на таком уровне. Ты знаешь Махини, да? Везде появляются. То есть по всему миру теперь появляются невероятные музыканты. Именно благодаря Ютьюбу, именно благодаря ему. В Венгрии, в Словакии, где угодно, в Испании, в любой вообще стране. Я знаю одного крутого басиста из Шри-Ланки. Шри-Ланка. Очень серьезный басист. Его тоже Энтони зовут. Я забыл его фамилию. Прям такой типа уровня примерно Адрена Ферро. Прикинь, в Шри-Ланке живет. Просто потому, что он по Ютьюбу выучился. Вот. Знал, что смотреть. Так что, ну опять же, очень много вот этих блогеров, вот этих людей, которые там… Да-да-да. Я даже не буду углубляться в эту тему, но очень много вредного. Очень много… И очень много, главное, у этих людей, поклонников и фолловеров. Вот что плохо. Это есть, я думаю. Тысячи, десятки тысяч у многих из них. Десятки, там некоторые, да, есть там мальчики сидящие. Здесь есть, по-моему, еще одна проблема, мне это как кажется. Дело в том, что, скажем, музыканты 50-х, 60-х или до того времени, но имеется в виду эстрадные музыканты, для того, чтобы стать известными и пробиться, была очень серьезная ситуация. Они должны были сыграть множество концертов, показаться во множестве мест и так далее, и так далее. И поэтому вырастало такое чудо, скажем, как Паркер, например, или кто-то еще. А сегодня это достаточно можно сделать просто, ну, с точки зрения… Из любого подвала. Из любого подвала, мало того… Записать все, что угодно и выложить в интернет. Да, мало того, если ты еще туда присобачиваешь что-нибудь голое… Это очень помогает. И это очень помогает. Но не в нашем случае с Антономом, к сожалению. Нам, наоборот, навредит скорее. Насчет навредить, да, это быстро очень. Возможно, из-за этого тоже, как бы, музыка страдает в каком-то смысле. Планка здорово подупала. Я просто буквально два слова скажу. Подупала с развитием интернета. С одной стороны, правильно Антон сказал, что я согласен, как хорошее, так и плохое. Но планка все равно, она здорово занижена, потому что, чтобы стать действительно… Ну, не то, что крутым. Я не хочу это слово «крутым». Да, что очень крутой. Крутой – это кто быстро играет или как что? Надо понимать как бы. Конечно, да. Это же время. То есть надо созреть овощи. Сейчас скороспелы есть. Действительно, круглевые играющие ребята. Но скороспелы не все могут быть скороспелы. И поэтому, если ты видишь, как бы, такой быстро играющего человека, это незначительно, что это хорошо, на самом деле. То есть надо понимать… Не всегда это хорошо. Это отделять надо, то есть эти вещи отделять. И таких очень много стало именно благодаря… Поэтому планочка так раз и человек, который… Наставник, учитель, я не знаю, какой-то человек, который тебе может просто показать… Вот, Вектор, смотри, видишь, вот это. Вот они… Этот играет быстро, этот быстро. Вот этот вот хорошо играет, а этот не очень. И почему? Самое главное. Люди иногда, они не понимают, почему этот играет быстро хорошо, а этот играет быстро нехорошо. Например, вот такой вот… Очень хороший пример, да. Пример. Вот он играет хорошо быстро, а этот быстро, но играет нехорошо. И непонятно, почему человеку-молодому разобраться в этом океане непонятно. Например, мы Аллен Хосфорд возьмем, да, который играл очень быстро, но это был просто… Гений. Абсолютнейший гений. Гений. Для меня тоже. И какой-нибудь металлист, который играет тоже быстро, и будут обязательно люди, их большинство, которые не увидят разницы вообще. Они скажут, оба поливают чисто. Да. Между прочим, я своим… Просто поливают. Я своим студентам, знаешь, как говорю, когда они начинают пытаться себя быстрее играть, я говорю, ребята, успокойтесь, всегда будет китаец, который сыграет быстрее. Да, это тоже верно. Китайцы превосходят. Это очень прекрасно, Чайковского. Вы слышали, да, конкурс Чайковского? Китайцы играют. Да, да, да. Слышал. Рахмайнух Раса тоже играет. Прекрасно. У наших стариков вот так вот брови. Да, да, да. Брови. Брови так что… Чайковского китайца. Причем, когда я слушал, мне было смешно, знаешь, Потому что там, когда он играет, там просто стопроцентно слышно руку педагога. То есть вот он играет, как ему сказали, здесь вот так, тут вот так, тут вот так. Так это же наши, это же наши туда, наши туда приезжают. Наши заправляют. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Бабки вперед. Ну что, музык тайм? Да, абсолютно. Пора. Какая у вас сейчас? Вы что-то здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА